В Кирове 13.07. Да, действительно, эта программа «Особое мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас. И сегодня я буду общаться с депутатом ОЗС от фракции ЛДПР Георгием Лугининым. Георгий, добрый день. Добрый день, Дарья. Я впервые, кстати, произношу ваше имя и фамилию в эфире. Вы человек у нашей студии новый, впервые, и в особом мнении впервые. Хотелось бы все-таки сначала познакомить вас с нашими слушателями. Расскажите немножко о себе. Вы, я знаю, самый молодой парламентарий в ОЗС. Вам 28 лет. Да, мне 28 лет. Расскажите, где вы работаете, какое у вас образование? Родился я в поселке Шабалино, Кировской области, 1 января 1989 года. Соответственно, учился там же в школе. После этого переехали в Киров с моими родителями. Здесь я закончил школу номер 20, после чего поступил в политехнический институт. Блядский государственный университет на сегодняшний день, где учился по специальности машиностроения. Ну, так серьезная такая специальность. На третьем курсе я уехал в Москву, соответственно, там работал, а там же закончил образование. Закончил Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, да? Да, совершенно верно. По специальности экономист-менеджер. Да, вот так. И работаете в настоящее время? В настоящее время работаю на Ветском ложном комбинате, занимаюсь лесообеспечением данного предприятия. И областной парламент вы прошли по избирательному округу, это территориальная группа номер 9 от Котельнича. Да. У нас, кстати, присутствует традиционная форма на сайте хакерово.ру, для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. И вам, Георгий, поступил вопрос как раз-таки из Котельнича Сергея Ивановича. Так подписался наш слушатель. Он спрашивает, вы уже полгода как депутат. Почему до сих пор не работает ваша приемная в Котельническом районе? Отвечайте. Ну, уважаемый Сергей Иванович, что хотел бы сказать по поводу приема. После моего избрания данные обращения были направлены в городскую администрацию и в администрацию Котельнического района, дабы согласовать график приема. Давайте я поясню, раз вы избирались от Котельнича, там местная власть должна вам предоставить помещение. Совершенно верно. Испечить условия для того, чтобы вы с избирательными общались. Да. Главу администрации Черемискина мне было отказано. Ну, поясню, я получил от него ответ, что на момент получения от меня обращения свободных помещений для предоставления приема депутата законодательного собрания их нет. А прямо в повещении администрации? Да, хотя... Встали администрации должно быть отриемлено, да? Ну, в принципе, по большому счету, разницы нет. Просто обязана администрация предоставить. Где, это уже вопрос второй. Соответственно, Черемискин в этом случае нарушил закон о статусе депутата, потому что администрация обязана при это помещение предоставить. После чего мной было направлено на обращение в прокуратуру. Данный вопрос находится на рассмотрении. Как прокуратура должна дать свое видение? В самое ближайшее время, я думаю, что получу ответ. Что касается приема, я приглашаю в апреле месяце. На следующей неделе появится газета «Землевятская» в Котельническом районе, где будет указано время, когда и где мы можем встретиться и принять обращение. То есть какая-то пока мобильная приемная ваша будет в Котельническом районе? Да, мы там осветим, где и как. Ну и по результатам деятельности в Котельническом районе мы это тоже покажем. На самом деле там порядка 25 обращений находятся только на рассмотрении в прокуратуре, в министерство. Работу мы видим. Вы намерены идти все-таки до конца, выбивая помещения для себя. Вы, кстати, единственный депутат в ОЗС, у которого нет приемной в том округе, от которого избирался. Известна вам, неизвестна ситуация? Не могу сказать. Что касается меня, ситуация вот такая, честно говоря, выпивающая. По каким-то каналам уже поступают вопросы именно оттуда из Котельнича. Да, у меня по Котельниче... То есть чувствуется необходимость в приемной? Конечно, чувствуется. У меня по Котельничу в Котельническом районе порядка 6 помощников, которые, в принципе, постоянно работают. Работают секретарь партии ЛДПР Владимир Володин, который тоже принимает обращение. Какие вопросы? Что за тема там фигурирует? Ну, острая тема ЖКХ. Ну, наверное, по ЖКХ больше всего... Крадиционное обращение с отоплением. Я знаю, что Котельничев непосредственно существует. Отопление, да. Большие платежки на большие суммы в квитанциях. Ну, согласен. Но есть еще такое интересное обращение, на которое тоже не получим на сегодняшний день ответ. Мы ведем там расследование по поводу предоставления детям-сиротам порядка 20 квартир с 2014 по 2016 год. В чем проблема? Проблема в том, что они там не живут. Квартиры предоставлены, а предоставлены они в 50-60 километрах от Котельнича. А, вот в чем проблема. Бюджет передал. То есть, на куличках идут, если квартиру... Бюджет двух, эти квартиры по 770 тысяч. У двух предпринимателей, которые продали на баланс администрации, там стоят подписи административных лиц, и мы планируем это дело довести до конца и расследоваться. Какая интересная история. У меня поступило порядка семи обращений от детей-сирот, я с ними со всеми общался, встречался, и я думаю, что мы там правду найдем и доведем дело до конца. А эти ребята, они все-таки хотят жить в самом Котельниче, да? Поближе? Вы знаете, тут есть просто закон, что детям-сиротам обязаны предоставить. По большому счету, им не важно, где оно будет предоставлено, важно, чтобы они там жили, чтобы эта программа была исполнена, и чтобы деньги были освоены. Я предчувствую, подозреваю, вы видите тут какую-то, может, еще и противозаконную составляющую, как-то так. И я вижу эту противозаконную составляющую. На таком расстоянии, с какими-то предпринимателями. Подозреваете, что? Возможно, что-то там... Конечно, подозреваю. Но на самом деле подозрение – это вопрос уже условно не первый. Моя задача, чтобы те дети, которые оказались действительно, ну, немножко обижены судьбой... Совершеннолетние уже, да, ребят, соответственно. Да. Хотелось бы, чтобы они все-таки эти квартиры получили и жили как нормальные люди. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, совсем на чуть-чуть уйдем из эфира. Я напомню, что это особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС. Вопросов много к Георгию. Хочется узнать его позицию, его видение по поводу многих вопросов, в том числе актуальных, городских, очень скоро продолжим. И это особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС, фракции ЛДПР. Мы продолжаем. Во втором части имениного разворота сегодня мои коллеги Александр Рассохин и Светлана Занько говорили, в том числе, с представителем молодежного парламента Кировской области. Вы, кстати, по возрасту могли бы вполне себе попасть и в молодежный парламент, да, а не во взрослый. Это просто. Вот интересное, конечно, разделение у нас. Молодежный парламент, взрослый парламент, тайноценный. Давайте женский парламент сделаем, мужской парламент. Это я так шучу. Я хочу поинтересоваться все-таки у вас целесообразностью создания такого органа, как молодежный парламент. Тут последний созыв его создания прошел с таким резонансом. Ну, соглашусь, наверное, что скандалом это уж большим назвать нельзя. Речь идет о том, что претенденты на место в молодежном парламенте, в том числе, писали эссе, моя законотворческая инициатива, тема. И те ребята, которые не прошли в этот орган, позднее решили проверить на плагиат просто-напросто ТСС, которые представили победители. И у многих нашлись совпадения, в общем, с теми работами, которые просто выложили в свободном доступе в интернете. Ладно, все-таки целесообразность молодежного парламента. Ну, это не первый созыв, а на сегодняшний день, насколько я помню, это, по-моему, пятый или четвертый созыв молодежного парламента. Скорее всего, четвертый все-таки. О чем тут вопрос? На самом деле, это институт правильный, я абсолютно поддерживаю. Молодежи надо давать платформу, давать возможность выступать. Это хорошо. Но на самом деле, та форма избрания молодежного парламента на сегодняшний день, которая была предусмотрена уже нашим шестым созывом, она на самом деле, мне кажется, слегка странной. А выясните, что за форма? В плане создается комиссия по отбору данных СССР, рассмотрения и так далее. Мне кажется, что та форма, которая была предусмотрена, депутат делегирует туда своего представителя, чаще всего это помощники, он сам несет уже прямую за него ответственность, прямо с ним взаимодействует, с этим парламентарем может готовить, советует, ему готовят какие-то материалы. На сегодняшний день это прямая связь утеряна. То есть, есть ребята, которые туда попали, 54 человека, и им, мне кажется, будет в этом плане сложнее черпать тот полезный опыт, который мы могли бы напрямую получить. Да, подождите, я что-то не разобрался. Ведь анонсировалось и в этом тоже созыве молодежного парламента, что каждый депутат СССР может предложить. Конечно. Мною предложено было порядка трех человек туда. Предлагали? Прошли? Нет, не прошли. Не прошли. Что произошло? Отсеяли их по непонятным субъективным причинам? Не подошло. То есть, вы не отслеживали? Нет, я сказал, что ребята, вот вам материалы, пишите СССР, пожалуйста, вперед, работайте. Написали, не прошли. Что дальше с ними? Работать помощниками? Работать помощниками. Ну, конечно, ребята активные, способные, почему бы им не дать возможность реализовать себя. В законодательной инициативе, вот есть такой вопрос, наделять или не наделять этой вещи молодежный парламент, как вы думаете, стоит? Я думаю, что наделять законодательной инициативой молодежный парламент не стоит, потому что у них все-таки есть старшие товарищи, у которых данная инициатива есть. Просто в этом случае процесс создания законодательной инициативы, на самом деле, он ведь непростой. Ну, я давно представляю, сколько этапов нужно пройти. Да, 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 очень глубоко этот вопрос погрузится, проработать, и я думаю, что с позиции молодежного парламента это будет лишь инструмент внесения этих законодателей и инициатив, но ни в коем случае не их разработка. Нужно ли в молодежном парламенте придерживаться вот такого четкого строгого разграничения, как это ребята от Единой России, эти от Справедливой России, это ЛДПР, а вообще это есть? В молодежном парламенте? Я думаю, что смысла в этом никакого нет, потому что это лишь платформа для обсуждения, общения по интересам, взаимодействия с депутатами, с министерствами. Вот это их, наверное, должна быть основная работа. То есть такая работа для того, чтобы набраться опыта, ведь по большому счету у нас, наверное, партия-то по одним этим же принципам действует и существует, работает, да? Вне зависимости от того, в какой ты политической организации, как вы себя причисляешь, ты пройдешь те же ступени, одинаковые они. Почему потом в возрослом-то парламенте так вот получается, что нет, вот это свой, этот чужой? Ну, я бы не сказал, что так до конца прям получается, да? Есть принципиальные вопросы для, например, партии власти, для Единой России, либо для оппозиции. На сегодняшний день мы видим, действительно, даже по вопросам голосования, когда депутат от оппозиции вносит законопроект, его оппозиция цирком поддерживает. Что касается Единой России, тут уже все обстоит немножко по-иному. Разграничение идет не на партии уже, там, справедливо, Единая ЛДПР, там, так далее, а на оппозицию, там, и на... На неоппозицию. Хорошо, оставим молодежный парламент в покое, посмотрим, как депутаты начнут работать, определяться с основными направлениями. Мы их, кстати, пригласим. В ближайшее время беседуем с ними. О городских делах с вами, Георгий, хочется поговорить. Одна из самых актуальных тем и зимы, и весны. Все мы прекрасно видим, что сейчас происходит на улицах, на дорогах, на тротуарах. Такая игра в островки, вот сейчас для пешеходов. Замочишь, ноги не замочишь, перепрыгиваешь с точки на точку. Администрация Кирова на днях выпустила постановление об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в нашем городе. Чего там только нету. И третий мост через Вятку, и западный обход, так называемый. И реконструкция дорог, и строительство дорог дублеров. Документ на 65 страницах, по-моему, располагается. Вы знаете, некий скепсис по этому поводу рождается, по крайней мере, у меня. Мы долгие годы, долгое время жили в одних и тех же условиях. Они ходили по тем же улицам, они Воровского расширили некогда, но, собственно, это единичный такой случай. В общем, ничего не менялось. И вот у вас есть, по сознанию, такой прогноз, что все кардинально изменится. Благодаря этой программе, благодаря бюджетному, вот бюджета, простите, федеральной программе, безопасные и качественные дороги. Мы туда хотели попасть, там уже попали. Вот на ваш взгляд, хорошие перспективы в этом плане у нашего города? Ну, хотелось бы верить в лучшее, но на самом деле, вы правильно сказали, что многие годы ничего не менялось. Я думаю, что в 2017 году тоже ничего не изменится. Вопрос очень простой. Почему? Мы видим, что не так давно подал отставку наш юр. министр транспорта. В Машногорске. Да, в Машногорске. То есть это говорит, наверное, о какой-то несогласованности в тех планах, которые были намечены на текущий сезон. Соответственно... Подождите, Георгий, прерву вас. Официальный комментарий при службе областного правительства, это все-таки отпуск у ИО, транспорта министра. Вот они так сказали. Он в отпуск ушел. Но уже есть люди известные, которые заявили, что он вряд ли вернется из этого отпуска. Ну, я тоже так считаю. Ладно, проехали. Соответственно, администрация и города, и области столкнется на сегодняшний день с вопросом, кто возьмет на себя ответственность за результат, который мы должны увидеть уже в ближайшие месяцы. А в Кировской области сезон строительства дороги, ведь он очень невелик. Это 2, 3, 4 максимум месяца, когда их действительно можно делать. И такой объем работы, как они собираются проводить. Вот это что касается дорожного строительства. Ну, вам, кстати, известна эта ситуация, да, что конкурс, прошедший, где была разыграна вот эта огромная сумма, у управления Федеральной антимонопольной службы были претензии, признаки заточенности, простым языком выраживаясь, возникли. Недавно в нашем эфире начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков заявил, что в 20-х числах будут конкурсы проведены, что Дирекция Дорожного хозяйства устранила все недочеты и все будет хорошо. Но, опять же, вот срок-то откладывается, да. Когда начнется в реальности ремонт? Неизвестно. Вам известно? На сегодняшний день неизвестно. Неизвестно. Хорошо. Идем дальше. Ремонт дорог. Ну, хотел бы отметить, что, последнюю такую реплику, кто бы ни делал наши дороги, на самом деле все будет зависеть от контроля проведенных работ. Если каждый метр, каждый сантиметр будут исследовать и проверять, то, наверное, результат будет. А если это будут делать, спустив рукава, то, наверное, будут делать дороги, так сказать, на своем усмотрении. А кто именно проверяет? Я думаю, что в первую очередь должен перводолжностное лицо своим валийным решением показать, как надо работать. Выйти и проконтролировать. Глава региона, вы имеете в виду, чтобы он вышел и непосредственно посмотрел, как же укладываются асфальт, как укладываются бордюры и так далее. Ну, посмотрим все-таки, ремонт так или иначе должен начаться, и как поведут себя в том числе и чиновники, и общественные контролеры. Все это мы скоро увидим. Хочу перейти сейчас к законотворческой деятельности в рамках областного законодательного собрания. Ваш коллега по фракции Ольга Сыкчина и руководитель фракции «Справедливая Россия» Василий Сураев внесли законопроект о снижении довольствия областных и муниципальных чиновников. Там, в частности, идет речь о том, чтобы снизить должностные оклады на величину от 10 до 20%. Хотелось бы узнать эту судьбу данного законопроекта. Что сейчас в нем происходит и будут вот это рассматривать в конечных итогах? Данный законопроект был взят на доработку. Это было на комитете. Ольга Валерьевна его отозвала. Объясню, чем это было связано. Почему? Петензии это были? Да, мы начали проработку данного законопроекта. Выезжали, проводились совещания с главными поселениями по данному вопросу. Ну, соответственно, были внесены от них предложения. В Академическом районе это проходило. Ну, мы решили... Что за предложение? Что за коррективы? На самом деле, это касалось работы глав поселений, выхода их на пенсию. Законопроект предусматривалось ограничение... То есть законопроект предусматривает снижение вообще по всем? По всем чиновникам? Да. Разных уровней? Совершенно верно. Что касается глав поселений, там предлагалось внести изменения, что они должны отработать порядка 20 лет. Для того, чтобы импровидовать на последующие льготы какие-то? Да, ну да, совершенно верно. Поэтому пошли на то, чтобы этот законопроект... Ну, слушайте, на местах-то, я знаю, у чиновников не такие уж и большие зарплаты. Что уж там врезать? Работы много. У того же главы поселения масса... У главы поселения... Десятки пунктов, которые они должны исполнять. Так-то, наверное, не слишком корректно снижать у них зарплату. Может быть, все-таки ограничится верхушка чиновников, нет? Мы это узнаем, я думаю, в самое ближайшее время, когда получим какие-то вынесенные изменения в данный законопроект. Ну, вы не первый день, как говорится, в политике, вы же прекрасно знаете, что когда партии, не идея, а семьи или партии выступают с инициативой урезать что-то у чиновников, это воспринимается как некий популизм. Опровергните или согласитесь с этим утверждением? Нет, это не популизм, это простая экономия бюджетных средств. А подсчитывали, сколько в реальности это принесет? В реальности я сейчас цифру эту не изучу, но... Экономическое обоснование. Экономическое обоснование есть какое-то, да, у этой инициативы? И когда стоит рассчитывать на то, что все-таки законопроект попадет на рассмотрение? Думаю, что к следующему, наверное, на заседание мы его доработаем. Следующее, то есть, соответственно, апрельское. Да. У нас сейчас будет традиционная для середины часа реклама, еще о законотворчестве поговорим, последнее очень скоро. Продолжается особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС, фракции ЛДПР. Меня зовут Владимир Сметалин. Напомню, что на сайте хакирова.ру есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю нашей студии. Я слежу за тем, будут ли поступать вопросы. Ну а между тем мы продолжаем. Еще об одном законопроекте хотелось бы вспомнить. Депутат Редькин еще в феврале этого года, Сергей Редькин, внес законопроект, суть которого в том, чтобы запретить участие в губернаторских выборах самовыдвиженцам. Должны быть только кандидаты от партии. В пояснительной записке говорилось о том, что исключив самовыдвиженцев, мы уберем из предвыборной гонки каких-нибудь самозванцев, людей неопытных и так далее. По мнению автора законопроекта, только лишь прохождение через партию, выдвижение партии, это гарантирует то, что человек будет надежный, опытный и так далее. Вы согласны с этим утверждением? Что самовыдвиженцев нужно убирать с этого поля? На самом деле быть даже самовыдвиженцем не так просто, чтобы попасть на губернаторский выбор, на пройти определенный фирм, который в принципе из каких-то сомнительных самовыдвиженцев, или тех кандидатов, которые являются так называемыми спойлерами, не так просто. Все это, наверное, должно быть понятно. Что касается инициативы Редкина, на сегодняшний день она находится в состоянии зарегистрирования, но законопроект этот не был вынесен на законодательство. Насколько я помню, об этом стало известно в начале февраля, и говорилось о том, что законопроект будет рассматриваться в марте, например, на заседании. Март уже позади, повестки не было этого, повестка апрельского заседания пока еще не ясна. Но он в любом случае будет рассматриваться, да? Ну, это вопрос депутата, он может находиться в состоянии регистрации, мне кажется, очень долгое время. Что касается глубины данного вопроса, мне кажется, цель данного законопроекта, помимо того, что указано в пояснительной записке, чтобы те кандидаты, которые выдвигаются от партии, не были там выдвинуты, например, от каких-то структур, там, это же ОНФ. Ну, давайте скажем проще, вы за или против того, чтобы были самовыдвиженцы на губернаторских выборах? Вы же сами сказали, это не так-то просто. Это не так-то просто. Может быть, соответственно, не уделять этому внимания больше. Ну, вот есть у нас такой закон, что может быть самовыдвиженец. А на самом деле очень трудно это сделать. Кстати, в 2014 году я принимал закон. УЗС, 5-го созыва, самовыдвиженцев, внедрял эту предвыборную гонку. Вот так плавно мы переходим к теме выборов. Сейчас поговорим и на местном нашем уровне, уровне региона, и на федеральном уровне выборной кампании. Звучат периодически в последнее время мысли, слова о том, чтобы оппозиция выдвигала единого кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Даже недавно лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял об этом, потом вроде как опровергал. Хотелось бы позицию вашу, Георгий, узнать, позицию ЛДПР. Возможно ли единый кандидат на губернаторских выборах в Кировской области в сентябре этого года? Ну, тут в целом речь идет о консолидации усилий. Не то, о чем я говорил, оппозиция и правящая партия. Но тут есть один нюанс. Электорат ЛДПР, КПРФ «Справедливая Россия», наверное, он достаточно разный. И будут ли члены КПРФ голосовать за идеологией ЛДПР, тут можно получить, наоборот, противодействие от данной консолидации. И, может, и не увидим мы от этого определенного плюса. Хотя объединяется... То есть вы говорите о том, что мы тем самым введем в замешательство и, может быть, даже в негодование избирателей? Конечно. Разная программа, разная идеология, разная возрастная группа. То есть есть вопросы, тут много нюансов в плане такого кандидата. То есть получается, что единый кандидат – это вроде как такой красивый образ, а если копнуть глубже, то, собственно, способы реализации этого единого кандидата очень важны, да? Да. Нужно думать, наверное, о том, как объединить, скорректировать друг с другом предвыборные программы разных партий, да? Ну, это уже технические моменты. Ну, так или иначе, кандидат на губернаторские выборы от ЛДПР в нашем регионе уже известен. Это прозвучало в нашем эфире. Кирилл Игоревич Черкасов. Совершенно верно. Пойдет на выборы. Уже предвыборная работа какая-то ведется? Ну, конечно, идет. Ну, те же самые элементарные встречи, встречи, да, с людьми, обсуждения их проблем и решения, попытки решения, по крайней мере, их проблем. Хорошо. Хочется Ваше узнать еще мнение о таком явлении, как праймерис Единой России. 8 апреля уже начинаются дебаты среди кандидатов в Кировскую городскую думу. Праймерис будет не только среди претендентов в гордуму, но и на пост главы региона. Пятерка, которая пройдет через праймерис, уже известна. Итак, праймерис, на Ваш взгляд, насколько он важен, ценен, его суть? Все ли так, как говорят единые представители Единой России, что это очень хорошо? Нет, в целом, институт это достаточно правильно, это определенное соревнование. Выдвигается несколько кандидатов на то, чтобы победитель был заявлен как кандидат на соискание определенной должности. В целом, да, я абсолютно поддерживаю. Дьявол в мелочах? Да, 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 тема праймериса, но, как я сказал раньше, есть определенные нюансы. Если рассматривать праймерис, в котором участвует губернатор, то там получается... Время исполнения еще обязанности? Да, 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 в рио-губернатор. То есть, Вы видите в этом некий... Я вижу в этом отсутствие праймериса, на самом деле, его сути соревнования. Некий такой подлог. Было бы интересно, конечно, если бы участвовал, например, Игорь Владимирович, Владимир Васильевич Быков и Владимир Васильевич Крепостнов. Тогда, да, это, конечно, праймерис. А когда у нас участвуют кандидатуры, которые не претендуют... Откуда Вы знаете, что не претендуют? Ну, это достаточно просто. Это была информация? Нет, вообще информации не было. То есть, Ваше личное убеждение, что они не хотят быть губернатором? Возможно, хотят, но не будут. Вот они же, представители Единой России, которые пойдут на этот праймерис, они же представляют каждую свою сферу, да, видят сына, ректора медуниверситета, сельское хозяйство, гражданские активисты, территориально-общественное самоуправление, я имею в виду. И они ведь говорят о том, что они совместными усилиями будут разрабатывать некую программу развития региона. Каждый от своей сферы что-то будет предлагать. Хорошо. Пожелаем Вам удачи в правильном деле. Ну, и, кстати, на днях Игорь Васильев заявил о том, что будет собирать предложения для программы развития Кировской области, будет встречаться с преподавателями, с представителями образования, здравоохранения, других сфер. Встречи первые там уже состоялись. Если бы у Вас была возможность вынести свои предложения, то Вы на что бы обратили внимание для программы развития нашего региона? Вопрос очень такой правильный, я за него благодарен. Я говорил о какой-то консолидации, объединении. Кирилл Игоревич Черкасов, я его там поддерживаю, он об этом тоже говорил. На примере Государственной Думы мы видим то, что там происходит, как у нас рассматриваются те позиции, которые находятся сегодня в законодательном собрании, как относятся к депутатам оппозиционных партий. Вы говорите сейчас, я сразу проще хочу сказать, об игнорировании позиции. Да, совершенно верно. Я бы коротко хотел рассказать о каких противодействиях нам приходится сталкиваться на местах действительно. Нет, мы все-таки заговорили о тех предложениях, которые бы Вы бы внесли на рассмотрение временно исполняющего губернатора в развитие нашего региона. Сесть за стол переговоров и все-таки прийти к какой-то конструктивной позиции, о которой так часто говорит наш губернатор, о верею губернатора, навести элементарный порядок. Да, наверное, это надо сделать. Это Ваше главное, насколько я понимаю, предложение, да, и вообще в целом фракции, о том, чтобы договариваться. 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 Хорошо. Вы упомянули о противодействиях. У нас времени так много остается. Вкратце, что за противодействие это у вас там? Вкратце я вначале говорил уже о том, что глава района Котельнического оказывает определенное противодействие. Мы будем надеяться, что прокуратура разберется. Да, да, да. Прокуратура обязательно разберется. Что касается выпивающего факта, недавно мы в ходе проработки вот этого законопроекта, который был ранее озвучен, мы выезжали на совещание в Севскую Думу, на которой глава Думы... Куда именно? Это Макария. Макария. Недалеко. На которой глава Думы заявил, что никаких депутатов в ЗАГСобрании он тут, условно говоря, не ждал. А вы что, без предупреждения туда нагрянули? Ну, в рамках своей депутатской деятельности мы можем без предупреждения находиться в любых местах. Ну, у вас есть такие полномочия, да, присутствуют в тех или иных местах, да, есть такие, да, полномочия. Вот, на сегодняшний день... Депутатской неприкосновенности, жалко, нету, у нас региональных депутатов. Да, на сегодняшний день по данному вопросу написано также обращение прокуратуры, чтобы разъяснить главе поселения закон о статусе депутата, который она здесь, опять же, нарушает. Потому что административная ответственность, да, грозит главе Северного Законова, депутатскими полномочиями. Хорошо, остается несколько минут, и я вас хочу, еще раз напомню, как самого молодого депутата, да, в ОЗС, спросить о том, какую активность в последние недели проявляет молодежь по всей стране. Сейчас буквально каждое воскресенье, да, каждую неделю проходят акции протеста, и умы, люди, политологи, уже много повидавшие на своем веку, активно обсуждают, что же такое случилось, почему же молодежь так активно пошла на эти протестные акции? Вашу позицию хотелось бы узнать. Ну, что касается молодежи, мне кажется, момент тут очень простой. Молодежь сегодня много времени проводит в интернете, смотрит различные там видео, ролики с призывами и так далее. Наверное, это мотивирует их к участию в каких-то мероприятиях или митингах. На самом деле, официальные средства массовой информации, главным образом, телевидение, они как-то вот не освещают, да, те мероприятия и те идеи и мысли, которые есть в интернете присутствуют. Ну, молодежь, на самом деле, это, как на лакмусовой бумажке, отражает тот настрой, который им предлагается. Они идут за призывом, выходят на улицы, да, может быть, в какой-то мере это существует. Но, на самом деле, я думаю, что молодежи нашу надо больше привлекать этим спортом, какими-то такими вещами, чтобы они не утопали. Спортом? А не на протестной акции, чтобы они не утопали? Да, да, да. Можно же совмещать прекрасно. Можно и совмещать. Ведь, наверное, выход на акцию протеста, наверное, это, наверное, забота о будущем, чтобы что-то в стране-то менялось, в конце концов, в лучшую сторону, чтобы хотелось бы. А спортом можно на другое время заниматься. Согласен. Я хотел бы по данному вопросу ответить кратко. Наверное, как в песне Цоя, перемен требует в наши сердца. Как и для молодежи это актуально всегда. Хорошо, завершаем мы на этом наше общение. Напомню, что это особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.